Друзья, всем большой привет, на связи Виталий Сергеенко. Я профессиональный трейдер, инвестор и совместно с компанией Admiral Markets мы проводим серию таких обучающих видео по фондовому рынку, по поиску идей для фондового рынка. Сегодня очередной такой интересный выпуск, поэтому никуда не переключается. Итак, друзья мои, сегодня я с вами хотел поговорить на очень важную тему, скажем так, об инвестициях и о трейдинге в те акции, в те компании на бирже, которые на слуху, которые вот хайповые, которые интересны, которые трендовые. И подтолкнула на сегодняшний разговор меня вот такая небольшая статья на одном из популярных ресурсов о том, что Google, Netflix, YouTube стали самыми популярными брендами среди молодежи в США. Это достаточно интересная такая история. И мы видим здесь топ там 10 и вот в топе и Google, и YouTube, и Netflix, Amazon здесь же, да, то есть достаточно такие интересные на слуху компании. И вот сегодня давайте несколько этих акций разберем, посмотрим, что там с графиками, какие есть идеи и посмотрим варианты для трейдинга и для покупки данных акций. Так, переходим в терминал MT5 компании Admiral Markets. Ссылочка, кстати, на попробовать, на демку, допустим, потестировать эту платформу будет в описании, первая ссылочка в описании под этим видео. Поэтому переходите. Очень удобно и здесь сейчас можно торговать не только Forex и CFD, а реальные активы, реальные акции, по которым вы можете получать дивиденды и их удерживать без плеча, да, то есть только на свои. Что касается общего фондового рынка, давайте посмотрим S&P 500. Вот биржевой фонд на S&P выглядит следующим образом, 260 сейчас и за недельку, скажем так, ничего особо не изменилось. Мы вот были здесь с вами, обсуждали неделю назад и сейчас здесь же остаемся. Если мы посмотрим, допустим, на S&P, что происходит на объемах, да, то вот последнее время здесь именно, что касается объемов, они на достаточно среднем уровне и мы снижаемся, но я думаю, что здесь удерживаем вот этот уровень, который вблизи где-то 255-260 уровня и отсюда, скорее всего, можем прогуляться уже выше, да, то есть отбиться и пойти вверх. Это достаточно такой реальный в данном случае вариант. Что касается наших акций, да, тут немножко сказали про S&P, то есть здесь технически все достаточно неплохо, восходящий тренд и вряд ли его прижмут в ближайшее время. Что касается гугла, как мы видели из этой замечательной статьи, ну, я не буду там долго на этом останавливаться, просто достаточно рейтинговое такое серьезное агентство Morning Consult, да, оно провело опрос и вот там молодежь, 18-21 год, США, это в принципе будущее, это будущие покупатели, будущие инвесторы и, соответственно, те подписчики, которые на тот или иной сервис, вот этот, или услуги компании подписываются. Мы видим Google и YouTube на первом и третьем месте по брендам и, соответственно, как вы помните, YouTube, он также компании Alphabet принадлежит, то есть материнской компании Google и вот таким образом выглядит график данной компании, если его вот так отдалить, то есть это достаточно длительный восходящий тренд, естественно, и вот в последнее время мы сползли с 1300 на 1130, то есть далее вниз там где-то 20%, достаточно такой некислый откат, да, совсем. Что делать здесь сейчас? Скажу честно, что в принципе здесь есть некое давление, вы знаете, что сейчас в мире идут торговые войны, США и Китай очень сильно зажимают друг друга и вот компания Google здесь тоже подпала под пресс, в плане чего? В плане того, что их Android могут отключить от платформы, да, с телефонов Huawei и вообще китайский рынок может достаточно серьезно еще больше потерять эта компания, потому что и так в Китае запрещен там социальные сети, YouTube и так далее, то есть здесь могут быть большой такой рынок, большой сектор для компании Google, которые они теряют и могут продолжить терять. То есть фундаментально сейчас не особо здесь дела, тем более последний отчет компании был средней паршивости и чисто финансово, да, здесь может быть какое-то продолжение движения вниз. Если мы говорим именно технически, да, посмотрим здесь на ситуацию, акция выглядит по-прежнему сильно, то есть даже здесь снижение, вот которое я бы ожидал, это где-то снижение на 1100, 1110 в ближайшее время вот этот уровень может быть здесь стать ключевым, а оттуда уже движение может пойти как раз восходящая динамика продолжится, да, потому что в принципе здесь пока возня идет и новости так себе, да, и следующий отчет еще нужно месяца полтора-два ждать по Google, вот за это время он может снизиться и начали где-то торговаться в районе 1100 и оттуда можно уже поискать возможность для покупки, потому что этот уровень, он очень сильный и вряд ли здесь его там как-то преодолеют и пробьют, пробьют как-то быстро. Да, давайте посмотрим, что у нас творится с так, алфабет, что у нас творится с объемами, ну, видите, здесь был гэп на очень большом объеме, на очень большом объеме и сейчас на таких средних объемах дневных мы скатываемся, то есть последнее время вот ниже объем, ниже график, но как-то выдыхается, то есть желающих в принципе я думаю здесь продавать особо-то и нету, и вот для меня, да, здесь где-то цена 1118, 1120, это будет такая определяющая, вот ниже, нижний вот этот пик локальный, его, я думаю, при подходе к нему могут начать отбиваться, либо чуть ниже, да, ложный пробой, здесь собрались топики, здесь там зашли, да, вот в этот диапазон и оттуда уже пошел отбой, то есть вполне может такое быть. Поэтому Google сразу здесь у нас подпадает, да, два бренда и Google поисковик и YouTube, здесь у нас в принципе чуть-чуть хандрят, но выглядит в целом неплохо. Давайте посмотрим Netflix, Netflix это, ну, самая популярная, пожалуй, или по крайней мере одной из самых популярных таких платных, да, телевидение, платные пакеты, услуги, очень интересная компания, у нее хороший бизнес, был особенно, когда у нее не было, скажем так, конкурентов, да, не было конкурентов, сейчас конкурентов очень много, многие корпорации начинают тоже там тот же Disney, увидел тренд и начал свой тренд в этом направлении, здесь мы видим в принципе, ну, долгосрочный тренд также восходящий, еще совсем недавно относительно в середине 17-го года акции 100 или 175, 180, сейчас они 360, то есть компания сделала X2, увеличилась в два раза, да, в два раза данная акция, ее стоимость, поэтому выглядит действительно сильно, здесь ситуация и нужно ждать, что будет дальше. Последний отчет компании Netflix, он в принципе, ну, скажем так, в среднем порадовал инвесторов, увеличивается количество подписчиков и выручка растет, но с другой стороны и конкуренты не спят и как-то уже фантазия начала заканчиваться у Netflix, видимо, вот, потому что прибыль начинает уже сжиматься. И вот здесь, в принципе, мы видим, что после этого отчета компания, последнего компания никуда и не ушла, да, то есть торгуется вот в этом диапазоне. Но диапазон достаточно неплохой, здесь есть уровень и, так, давайте, поравнение здесь делаем, где здесь уровень, вот этот диапазончик. Я думаю, что здесь самая правильная стратегия от нижней границы, где-то 345-340, пробовать покупать, да, пробовать покупать и здесь стандартный диапазонный трейдинг такой, скажем так, от 340 до 390. Вот здесь котировка давно уже ходит, но все-таки здесь тренд более восходящий, да, естественно, долгосрочный, чем нисходящий, поэтому здесь есть смысл именно покупать доступное и, опять же, покупать без плечей здесь желательно, да, потому что могут пролить процентов на 10, если вы не готовы там 15-20 процентов терять, вам не стоит здесь с плечами заходить. Вот, давайте посмотрим объемы. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете всегда оставить их в комментариях, также ставьте лайки этому видео, если вам полезно и интересно о том, о чем мы здесь сегодня говорим, и вообще такой подобный формат видео, то оставляйте свои комментарии, пишите свои идеи, может быть, какие акции вы хотели бы разобрать. И в том числе ваши мысли по Netflix, Google и тем акциям, которые мы сегодня еще разберем. Видите, последнее время объем снижается здесь, стоим вот в этом диапазоне, когда вяло текущее, при том, что Netflix это одна из самых популярных компаний, как мы узнали из запроса и таких хайповых. Но в последнее время здесь тишина и спокойствие. Я думаю, что действительно здесь в районе 340-345 рассмотрите варианты докупки, закупки и поторговать как раз этот диапазон. Да, тут здесь все достаточно неплохо, объемчики пока снижаются, не думаю, что здесь есть какой-то интерес начать шортить. Здесь только угроза, по сути, от Диснея. Дисней в последнее время хорошо себя показывает и растет его телевидение направление. И его франшизы, такие как Marvel, собирают неплохо, да, неплохие кассы бьют там рекорды. Поэтому Дисней, он также, кстати, в топе, в топ-25 как раз вот и тинейджеров, скажем так, и молодежи американской. Ну, вот таким образом выглядит график. То есть, в принципе, здесь хорош такой, когда Netflix у нас стоял, Дисней здесь неплохо рос и в том числе рост на последнее время, да, там, на выходе Marvel, я думаю, что здесь был достаточно неплохой рывок. Сейчас пока притаились, но в целом выглядит шикарный график, хороший тренд, импульс. Вот, я бы здесь также рассматривал от коррекционных вещей, может быть, вот ГЭП протестирует, да, то есть где-то 282, ой, 200, 128, 128, 130. Вот этот диапазон, если взять, да, где у нас был такой пробой, большой объем, его на тест, да, и оттуда уже подобрать Дисней достаточно неплохой вариант. Выглядит компания и акция очень сильно, и вот такой, ну, главный сейчас конкурент Netflix, что выглядит лучше, решать вам, но мне нравится и Netflix, и Disney в целом. Хотя, я покупаю давненько уже именно Disney, как-то Netflix на тот момент спекулятивная сильно была для меня бумага, вот Disney стояла здесь в диапазоне, и его можно было брать. Соответственно, да, у меня, кстати, вот здесь, по-моему, в том числе, здесь тоже есть небольшая позиция, видите, у меня была покупка, ну, разные считают, здесь небольшой счет, вот, 115, да, где-то, 115, 116, сейчас на 132, то есть небольшой рост, вот именно здесь, в том числе, в Адмирале. Так, что, Тесла нам сегодня неинтересна, компания Amazon, компания Amazon интересная, потому что не нам даже с вами, а она интересна американцам, видите, топ-4 для 18-21 год. Это и настоящее, это и будущее, Amazon его многие любят, кто-то там ненавидит, но компания безумно растущая, и там с 17-го года она выросла в два раза, тоже 100% сделала компания с 900 на 1800, и у этой компании все, в принципе, достаточно неплохо, вот, и здесь, я думаю, что меньше все-таки рисков где-то в плане Китая, то есть компания такая достаточно устойчивая, конечно, она дорогая, да, здесь самая большая проблема, что она дорого выглядит, и что может спуститься там, да, куда-то там на 1600, допустим, легко прогуляться, здесь есть такие вот доп. риски, но если мы берем какое-то долгосрочное, да, то я бы здесь, конечно, вот рассмотрел, к примеру, хороший здесь уровень, он 1700, 1710, то есть вот эти значения, вот этот диапазончик, достаточно он такой здорово выглядит для захода, да, если дадут немножко коррекцию, то здесь зайти от 1700, и на 2000 цель это будет солидный, интересный вариант, да, поэтому вот здесь тоже можете рассмотреть. Давайте посмотрим, давайте посмотрим ВСА-анализ, так, amazon.com, дневной график, здесь видите объемочков побольше, больше интереса как-то у публики побольше, но такая же картина в последнее время, но тут еще и праздники были, снижаются объемы, сваливается немножко с локального пика акция, вот, очень большой диапазон вот здесь действительно скоплен с таким объемом, здесь был шикарный спрос, я вам не зря сказал, что в принципе, если где-то это купать, вот здесь есть такой кластер интересный, 1700, 1710, это будет хорошая защита, есть такой, да, хороший диапазон, где можно зайти и купить данную бумагу. Здесь по пикушкам будет слишком большой стоп, либо можно попасть, скажем так, под где-то коррекцию 7-10%, то есть, если вам это не надо, я бы дождался значения чуть пониже, где-то 1700, 1690, 1710, вот эти значения, но в целом выглядит достаточно неплохо. Вот основные такие бумаги, да, вот мы с вами там 4 разобрали, здесь есть не публичные компании, там, Oreo, это принадлежит, ладно, компании, забыл, Cadbury, насколько я помню, они не публичные, там есть Target, Walmart, естественно, это все понятно и знакомо, но вот сегодня мы разобрали такие топовые 4 компании, Disney также есть у нас в топ-25, поэтому присмотритесь, Disney и вот франшиза Marvel, она там разрывает и у молодежи она также в топ-25, поэтому это достаточно интересная такая история и для трейдинга, спекуляции и для инвестирования в том числе. Друзья, как всегда ссылочка в описании на то, чтобы попробовать счет, поторговать реальные акции через знакомый терминал MT5, я думаю, что вам это будет достаточно удобно и полезно, поэтому переходите в описании, вам большое спасибо за внимание, если будут вопросы, комментарии, то пишите под этим видео и также, если вам интересна консультация, либо, допустим, обучение по фондовому рынку, вы также можете обратиться в компанию Admirals Markets и дадут мои контакты, вы можете там перейти и, соответственно, допустим, пройти у нас обучение, либо какую-то консультацию, да, то, что вам интересно. Пока потестируйте счет, задавайте вопросы, будем с вами на связи, всем большое спасибо, с вами был Виталий Сергеенко, всем успехов и всем пока!